Марка Порше сейчас занята созданием совершенно нового электрического Макана. Машина успела откатать тестовую программу на закрытом фирменном полигоне, а сейчас стартует программа испытаний на дорогах общего пользования. Чтобы заранее избавиться от возможных инсинуаций, в компании решили опубликовать снимки тщательно закамуфлированных прототипов. Хотя премьеру товарных экземпляров придется подождать пару долгих лет. В основе будущего кроссовера будет лежать новейшая аккумуляторная платформа P.P.E. Эту архитектуру концерн Volkswagen разрабатывает для крупных и дорогих электромобилей, а первым ее примерят грядущий Audi A6 и Tron. И еще, параллельно электрической версии продолжит выпускаться традиционный бензиновый. Но, похоже, немцы лишь обновят машину текущего поколения. Во всяком случае, в релизе говорится об эволюции нынешнего Макана. Свежепредставленный концепт под названием EQT не просто намекает, а наглядно показывает, каким будет следующее поколение маленьких коммерческих мерседесов. Богатым, комфортным и удивительно стильным. По утонченной пластике кузова даже не скажешь, что его кузов почти целиком взяли от новейшего Renault Kangoo. И только очень внимательный взгляд подметит общий силуэт, форму остекления и задние фонари. Между тем, передняя часть полностью оригинальная. Также немцы расщедрились на другой интерьер. Хотя компоновка сильно напоминает реношную. Даже экран медиасистемы достаточно скромного для премиальной модели размера. Кстати, о размерах. Концепт имеет длину чуть меньше 5 метров, поэтому салон выполнен трехрядным. Тогда как исходный Kangoo не располагает такой версии. Любопытно, что раздельные кресла-галерки можно сложить или демонтировать. Судя по начинке французского родственника, в гамму движков войдет пара турбомоторов на бензине и дистопливе. А кроме механики, будет доступен преселективный робот. Также планируется появление полностью электрической машины. В сроках появления серийных машин нет никакой тайны. В этом году свет увидит грузовое исполнение под названием Citan. А старт пассажирского Т-класса состоится не раньше 2022 года. Продолжение следует...